На суше кажется, что где-то там, за горизонтом, совсем не существует проблем. Однако для тех, кто большую часть своего времени находится в открытом море, оно выглядит совсем по-другому. Для них это не всегда романтика приключений. Низкие зарплаты, тяжелые условия труда и старые суда. В какой момент Черное море стало ночным кошмаром для моряков и для их близких, которые ждут их домой? Волны были очень большие. Немножко погода подвела. Всего пару дней назад пятеро украинских моряков благополучно вернулись к своим семьям после страшных катастроф у берегов Турции. Судно «Арвин», принадлежавшее одесской компании, направляло груз селитры из Грузии в болгарский бургас. Противостоять стихии сухогруз долго не смог. И уже утром 17 января 2021 года стало известно о первых погибших. Среди тех, кому удалось спастись, одессит Влад Затёрка. О надвигающейся непогоде парень сообщил своей невесте в мессенджере и больше не выходил на связь. Сообщение пришло в начале 12-го о том, что шторм. Я не придала этому особого значения, потому что штормы – это вообще обычное явление в море. А я была на работе, ничего такого не предвещало беды. Просто в интернете начали писать, что судно затынуло. Написали какое, и уже можно было даже не ждать списки с фамилиями, уже было всё понятно. Я знала, что он живой, я увидела его на видео. Я с ним поговорила по телефону, но осознание того, что всё нормально, ко мне не пришло. То есть, вот когда я его потрогала, пощупала, вот тогда я поняла, что всё хорошо, и он дома. Турецкие спасатели назвали главной причиной крушения судна – плохие погодные условия. Однако тут не всё так просто. Эксперты считают, что помимо высоких волн на ситуацию мог повлиять человеческий фактор. Шесть месяцев без выходных, без праздников, без медицинской помощи, потому что сейчас сугогрузный танкерный флот без врачей. Там пару часов курсов у старшего помощника, который, как бы, зачастую даже на судне нет полноценной аптечки. В районе 76-78 процентов аварийность и нечастные случаи от переутомления членов экипажа. Перед выходом в море судовладельцу необходимо получить сертификацию о хорошем техническом состоянии морского транспорта. В региональном представительстве регистра судоходства Украины нам рассказали, что судов, полностью соответствующих стандартам безопасности, просто нет. Это связано с тем, что любая, пусть и небольшая погрешность, может стать причиной поломки. Потому что это невозможно. Десь в 90-е годы вважалось, что волны в океане больше, чем 30 метров быть не могут. Но спутники, за данными из спутников, уже найдены хвили, которые превышают 30 метров. Рассказывать об основных параметрах для получения положительного техосмотра, даже в кратком содержании, нам не стали, наглядно показав полку необходимых показателей. По словам инспектора, специалистов в сфере хватает, но само обучение занимает много времени. И далеко не все согласны его тратить. А на вопрос о том, кто понесет ответственность за ошибку при оценке состояния судна, без лишних слов направили к юристам. Чиновники не понимают, что такое море. Чиновники не понимают, что такое судно. Преподаватели, которые преподают специальные предметы, зачастую тоже не понимают. Судоремонт преподают те, которые никогда на судоремонтном заводе не были, не стояли на ремонтах. Вот и все, и мы теряем качество образования. Я уже не первый контракт от них, и на этом пароходе я уже не первый раз был. То есть я знал, куда шел, там все было хорошо. Просто волны были очень сильные. Пароход был в хорошем состоянии. Там журналисты написали, что он был в очень плохом состоянии. Да, он не новый, но состояние у него очень хорошее было на его возраст. К великому сожалению, похожие трагедии приобретают системный характер. Вот несколько лет назад, примерно в это же самое время, такой же пароход, в такого же возраста преклонного, и с украинцами на борту, также потерпел крушение у берегов Турции. И тогда тоже погибли и украинцы, и несколько моряков других национальностей. Это, к великому сожалению, становится нормой. И субстандартное судоходство в украинских водах и в Черноморском бассейне – это та история, которой мы уже порядка 10 лет пытаемся привлечь активное внимание. Профсоюзам, которые призваны защищать интересы моряков, в морском обществе принято относиться с совпаской. Часто к ним обращаются после того, когда ситуация с недобросовестными судовладельцами и крюингами становится критичной. Есть система подписания коллективных соглашений между профсоюзом и судовладельцем. Он является определенным гарантом того, что на судне есть коллективные загрузки, есть нормальные условия труда и есть взаимоотношения между профсоюзом и судовладельцем, что, в свою очередь, помогает моряку быть уверенным в том, что его права не будут нарушены. А если они будут нарушены, то есть профсоюз, который будет решать его конкретную проблему, либо проблему всего экипажа. Просто моряки не имеют привычку обращаться за помощью. А это порождает огромное количество домыслов. Они ничего не делают, они ничего не знают, они находятся в отрыве от наших проблем. Это абсолютно неправда. Одесский профсоюз моряков заявляет, что постоянно предупреждают мореплавателей о нечестных судовладельцах, но люди продолжают подписывать сомнительные контракты. 95% обращений за помощью поступают от мореплавателей, не состоящих в профсоюзе. Обычные обращения – это обращения, связанные с невыплатой зарплаты, обращения, связанные с утратой трудоспособности в связи с работой в море, с заболеванием, которое получено на борту. Часто семьи обращаются в связи с пропажей моряка с борта судна. Волгобал-214, ситуация аналогичная, как с Арвином, и случай тот произошел тоже в январе 2019 года. И были погибшие, были пропавшие без вести, и мы помогали двум семьям получить компенсацию в связи со смертью моряков в той ситуации, которая сложилась тогда. К сожалению, у нас нет в настоящее время копии трудовых контрактов моряков. Мы не знаем, в данном случае было ли покрыто судно каким-либо коллективным договором. И поэтому утверждать или что-то конкретное сказать о том, какие выплаты полагаются в настоящее время семьям погибших моряков, нельзя сказать, потому что нет никаких условий. В воде два с половиной часа мы где-то проплавали. Спасли нас в разных местах всех, то есть кто куда. Я увидел их не в больнице, нас когда военные вытаскивали, я, получается, меня с третьего вытащили. Я спросил, сколько людей спасли, они сказали трое, но поиски идут. И, получается, мы, пока они остальных искали, находились вместе. Нам дали курточки, кстати, спасательные. Моряку не так легко попасть на хорошее судно, на хорошего судовладельца. А ему нужно кормить свою семью. У него дети, у него жена, у него часто старые родители, коммуналка, питание, медицина. Вы же посмотрите, у нас все дорожает. Начинающий моряк его на большие зарплаты не возьмут. Он работает по минимуму. И, получается, то, что он там с таким трудом заработал, он здесь суд без удовольствия все отдал. Помимо плохих погодных условий, моряк может столкнуться с ненадежным судовладельцем. И это чуть ли не основная проблема всех злоключений наших мореходов. Месяцы нахождения вдали от дома, без зарплат и необходимых по контракту условий труда – картина пугающая своей стабильностью. Более 18 месяцев без еды и денег на якоре в море провел экипаж судна «Нью Ориан». Постоянные задержки продуктов и топлива, тяжелое эмоциональное состояние моряков и готовые к отправке на сушу письма, которые так и останутся без ответа. Судно находилось у берегов Китая. Видеообращение моряков с просьбами помочь разошлось по сети 29 декабря прошлого года. «Ни по одному из письменному запросу экипажа со стороны представителей компании нет никакого вразумительного ответа, а тем более действий. Все, что от них слышно – это многомесячные обещания и слова о том, что обращаться к кому бы то ни было за помощью бесполезно». «Сейчас активно обсуждается кейс «Нью Ориона», о котором я не могу не сказать. Это тоже моряки, украинцы, которые находятся на судне достаточно продолжительный период времени, еще и в рамках проблематики глобальной пандемии. Мы с судном «Нью Орион» имеем дело уже на протяжении последних четырех лет. В 2018 году мы помогали морякам, выбивали компенсацию судовладельца, возвращали их домой и об этом печатали на всех наших возможных площадках. Интернет, фейсбук, наш веб-сайт, наш телеграм-канал. То есть везде было сказано о том, что это проблемный судовладелец, проблемное судно, и что с ним мы не рекомендуем иметь дело. Что мы имеем на практике? Новые люди едут туда, имеют те же самые проблемы, и все мы дружно теперь пытаемся решить эту существующую проблему. Хотя нужно четко понимать, что если бы моряки отказывались от работы, ну, украинцы в частности, отказывались бы от работы на таких судовладельцев, то и проблем бы в итоге и у них, и у нас было бы гораздо меньше». Несмотря на целый список проблем, с которыми часто сталкиваются моряки, заявлять о своем недовольстве на камеру готовы не все. Меры привлечения внимания выбирают разные. Кто-то выходит на массовые акции против невыполнения контрактов и коррупции в сфере дипломирования, а кто-то предпочитает наблюдать за происходящим и ждать, пока все решится само собой. Суровой реальностью рынка морских перевозок стали просроченные контракты и невозможность проведения ротации экипажа судов. Помимо всего, к списку добавилось еще и социальное дистанцирование, которое стало причиной смены режимов работы портов и уменьшило численность экипажей. «Нужно как-то менять эту политику. Нужно нас повернуть лицом к морю. Мы же нас отвернули уже от моря. Такое ощущение, что в Одессе его уже нет давно. Я уже не вижу, кому оно интересно. Там кучка лиц, которые даже никакого отношения не имеют. Вы посмотрите, у нас стало, я их называю, ряженых. Столько людей с эпалетами, с кокардами. И не поймешь такое ощущение, что у нас до сих пор этих 300 или 4, что у нас пароходство живое. Понимаете, все офицеры, а в море они никогда не были. Когда мы выходили из аэропорта, я как-то удивился, что нас, получается, в объезд всех журналистов забрали прям с этого, прям с самолета». Сопротивляясь трудностям, моряки продолжают выходить в море, обращаясь к посредникам, чтобы прокормить свои семьи. Работают на судах, оставленных судовладельцами на произвол судьбы, без своевременных зарплат, топлива и провианта. Пытаются выжить в непростых погодных условиях и не перестают думать о доме. Уже покинув пределы опасности, стоя на мостике в портовом терминале, моряки уверены, можно начать жизнь сначала. Татьяна Бурумбей, Константин Нечерет, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер. «Да, скорее всего, в море я вернусь, даже, возможно, от этой же компании. Компания – это неплохая, дело не в компании, просто шторм. Такое могло случиться с любым пароходом».